Здравствуйте! В эфире Православное Красногорие. Сегодня мы продолжим цикл бесед, посвященных духовной жизни и как на нее настроиться. Гость и романах Симеон Мазаев. Отец Симеон, приветствую вас! Здравствуйте, батюшка! Прошлая наша передача посвящена такой сложной теме, как искушение, с другой стороны страх Божий, максимально пытаясь объяснить нашим телезрителям, когда действительно страх помогает преодолевать различные сложности, и когда, самое главное, страх помогает любить того, кто мне дорог. И хотелось бы в этой связи продолжить темой промыслом Божиим и обсудить его еще в том ключе, что некоторые считают, что все заранее может быть предопределено, решено и мне вообще трудиться не надо, но про славное понимание и богословие говорят, что нет, что есть промысл Божий, но труд человека тоже необходим в духовной жизни. Но вы резюмировали, в общем-то, верно. Мне хотелось бы развить этот концепт промысла Божия немного дальше. Дело в том, что у нас получается цикл этих последних передач, он получается похожим на аскетическую энциклопедию. То есть для человека, который сознательно стремится жить духовной жизнью, есть система, такой круг, скажем так, сверхзначимых понятий, которые позволяют ему ориентироваться в этой духовной жизни. И поэтому хорошо бы обсудить подробнее вот эти концепты, эти сверхзначимые понятия в духовной жизни наподобие промысла Божия или искушения. Как понять, что такое промысл Божий? Он, конечно же, как вы верно заметили, не имеет ничего общего с детерминистической концепцией, с представлением о предопределении, предначертании, неизбежности, некоторой фаталистической неизбежности чего-то в жизни и так далее. Промысл Божий — это награда аскета. Вот так бы я сказал. И это главное, наверное, свидетельство действенности духовной жизни. Потому что, когда человек следует воле Божьей, возникает какое-то подобие эффекту резонанса, когда воля человеческая, послушная воле Божьей, дает в совокупности невероятный результат. И в жизни человека оборачивается серией каких-то невероятных совпадений. Скажем так, вот если сравнить жизнь обычного человека, неведущего и не стремящегося к духовной жизни, то она представляет собой, скорее, серию случайных событий. А в судьбе человека, ведущего духовную жизнь, появляются вполне осмысленные и достаточно продолжительные сюжеты. И удивительные совпадения, которые дают ему радость веры. Вот есть такая древнегреческая сказка, что ли, философская. Жил на свете Нектиран. Хотя, по-моему, его звали Спевсиб. И при нем жил философ Поликарп. У Поликарпа была странная особенность, что бы ни происходило в жизни, войны, катастрофы. Он говорил, и это хорошо, и это благо. И однажды тиран взял своего друга-философа на охоту. Они разделились. Философ Поликарп прицелился в зайца, натянул тетиву лука, выпустил стрелу. У стрелков он был, видимо, никудышным, потому что попал он не в зайца, а отстрелил царю ухо. И по своему обыкновению сказал, и это хорошо, и это благо. Взбешенный царь был с ним не согласен. Он сказал, нет, Поликарп, это вовсе не хорошо. Приказал бросить своего друга в темницу. Забыл про него через какое-то время, потому что началась война. И он выступил со своим войском против неприятеля. Война окончилась для царя неудачно, для Спевсиба, для тирана. Войско его было разгромлено, а сам он попал в плен к врагу, которые, кроме того, были язычниками, понятно, да? И намеревались принести пленного царя в жертву. Даже язычники понимали, что в жертву высшим силам следует приносить не натяю Божию, что нам не гоже, а самое лучшее, самое ценное, что есть. Ну и вот в результате войны в плен им попал царь. Естественно, они его решили принести в жертву. Но когда пришел жрец и приступил к церемонии, заметил, что у царя не хватает одного уха, оно отстрелено. И тогда он сказал, нет, это богам, так сказать, там, высшим силам не подобает приносить ничто, что имеет порог. И царя отпустили за выкуп. Взяли за него какую-то контрибуцию и отпустили. Он сохранил свою жизнь таким образом. И вот когда царь вернулся в свой родной дом, в свой город, точнее, он первым делом поспешил к своему другу-философу Поликарпу, который сидел в тюрьме, забытый к тому времени. Принялся его благодарить и говорит, слушай, а ведь ты был прав, когда отстрелил мне ухо и сказал взбесившие меня слова. И это хорошо. Ведь если бы ты тогда не отстрелил мне ухо, то отправившись на войну и попав в плен, я бы ничем не смутил жреца враждебного племени. Ухо-то у меня было бы на месте. Меня бы принесли уже в жертву. Я бы сейчас просто лишился жизни и не стоял здесь перед тобой. Так что ты прости меня, что я вот ответил тебе черной неблагодарностью за это благодеяние твое, за твои мудрые слова и бросил тебя в темницу. Поликарп ответил, тебе не за что извиняться. Ведь если бы ты не бросил меня в темницу, то когда началась война, я бы отправился на бой вместе с тобой и в плену бы оказался тоже вместе с тобой. Ну и очевидно, тебя бы, как порочного, безухого, отпустили, а меня принесли бы в жертву. Так что все действительно было хорошо. Что не случается, все к лучшему. Вот такой древнегреческий анекдот про тирана Аспевсипа и его философа Поликарпа. Вот он показывает особые отношения некоторых людей к тому, что происходит с ними в жизни. Вот эта притча, это, вернее, сказка для детей такая, ее использовал древнегреческий философ Перрон для своих учеников. Дело в том, что Перрон был основателем школы скептиков. Это такая интересная довольно школа. Одним из основных положений у них было следующее. Мы не знаем добра и зла. Можно сказать, что Федор Тютчев отчасти тоже был скептиком в какие-то моменты в своей жизни, по крайней мере точно в тот, когда он написал стихотворение, строчку, «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Мы действительно, принимая то или иное решение, никак не можем в достаточной мере просчитать последствия наших поступков. И, собственно говоря, добро мы сделали или зло, это только очень условно можно говорить. И поэтому практическая философия этой школы была такова – ни к чему не стремиться. Ни к чему не стремиться, ничего не желать, ничего не искать себе в жизни. Как будет, так будет. И с обратной стороны ни от чего не отказываться, ни от каких возможностей, ни отказываться войти ни в какую открывшуюся перед тобой дверь. И вот сам Перрон ходил, не оглядываясь по сторонам и не сторонясь телеги. Переходил улицу, ну вот представьте себе, МКАД кто-то собирается перебежать и даже не оборачивается на то, чтобы посмотреть, какая машина он сейчас собьет. И вот Перрон действительно настолько был равнодушен каким-то событиям, тем, которые люди считают благом для себя и тем, которые считают злом для себя, что ни от чего не отказывался и даже не переходил дорогу, не обернувшись по сторонам, и попадал частенько под лошадь или под телегу. И при этом совершенно не расстраивался. Говорил, что это должно быть мне на благо. Он говорит, вот посмотрите, как ведут себя люди обычные, не философы. Мы чего-то боимся. Чего мы боимся? Нежелательного сценария развития нашей жизни. Ну не знаю, студент боится, вот сейчас как раз самое время экзаменов, студент боится, переживает, делается несчастным. Из-за чего? Из-за того, что он боится не завалить экзамен, что в свою очередь чревато призывом в армию, например. Перрон не увидел бы здесь оснований для беспокойства. Закрылась одна дверь, открылась другая. С чего ты решил, что отчисление из университета и армия будет для тебя злом? Ты ведь не знаешь своей собственной судьбы, а ведешь себя так, как будто знаешь. То есть как двоечник наглый. Он говорит, посмотрите, вот ребенок, ему дают, он заболел, ему дают горькое лекарство, хотя ему хочется сладостей. Но ведь именно от сладостей у него заболел живот. От сладостей, от их избытка, именно он заболел и страдает. Ему дают горькое лекарство. Он тем не менее пытается прогнать от себя врача, плачет, извивается, отбивается от врача. Потому что он оценивает, судит о добре и зле примитивно, по вкусовым ощущениям. Вот это сладкое, значит, это добро. А лекарство горькое, значит, оно зло. Просто в силу своего младенчества, не понимая, в чем состоит настоящее его благо, а в чем зло. Вот так говорит и взрослый человек, зачастую ничем не отличается от ребенка, пытаясь избежать каких-то сценариев развития своей жизни, который он почему-то, непонятно почему, оценивая просто свой, исходя из позиции личного комфорта, считает негативным и стремится всеми правдами и неправдами к тому сценарию развития своей жизни, который он считает позитивным. На основании философии этой школы сняли фильм «Американцы», современный фильм, более-менее, там, может, ему лет 10, называется он «Осторожно, двери закрываются» с Гвинет Петрова в главной роли. Сюжет раздваивается. Начинается фильм с того, что девушка сбегает в подземку, метро, и пытается успеть запрыгнуть в вагон уходящего поезда. Двери перед ней, перед носом ее закрываются, вагон уезжает. Она огорчена, она раздавлена буквально этим своим опозданием. Почему? Поясняется дальше по ходу, потому что ей никак именно в этот день нельзя было опоздать вот на эту электричку. Следующая придет через 10 минут. Казалось бы, пустяки, но нет. Для нее это роковой пустяк. Предположим, я уже не помню, как там именно сюжет развивался, но предположим, для нее это опоздание последнее, после которого ее увольняют с работы. Она лишается дома, не может оплачивать свои расходы, и, в общем, кардинальным образом понижается у нее качество жизни. Естественно, хочет того избежать. И как это часто бывает у опоздавших людей, она хлопает себе полпу и говорит, ну что мне стоило выйти на 5 минут раньше? И дальше начинает развиваться вторая линия сюжета. Снова она сбегает по лестнице в подземку, перед ней также закрываются двери, но с небольшим отличием. Машинист электрички решает проявить милосердие. Открывает снова ей двери, она успевает запрыгнуть в этот поезд, и он уезжает. И вот дальше сюжетные линии фильма раздваиваются, показывают два параллельных сценария развития событий, и вот в том, который она считала для себя благополучным, как раз кончается все плохо. Она все теряет и, в конце концов, по-моему, даже погибает. А в первом случае, когда она опоздала на электричку, и скорбела, и переживала по этому поводу, и считала от себя самой несчастной на Земле, эта сюжетная линия заканчивается тем, что она там находит мужчину своей мечты и выходит замуж, у нее прекрасная семья, работа и так далее, и так далее. Ну, в общем, счастье. И вот действительно, мы оцениваем те или иные события, говорит Перрон, в нашей жизни, как негативные или позитивные. Наивно. Потому что мы не знаем, к чему это все приведет. Мы не знаем полностью, целиком сюжета нашей жизни. Скажем так, только умирающий, говорит Перрон, он мог бы сказать, оглядываясь назад, что вот это мне пошло на пользу, а вот это событие пошло во вред. Но раньше никак нельзя. И поэтому, пока события еще не произошли, и к будущим событиям мы должны относиться индифферентно, равнодушно. Вот такая вот у него интересная философия, и это все имеет непосредственное отношение к нашему вопросу, который мы обозначили. Это промысел Божий. Вот нетрудно заметить, что роднит именно вот этого языческого мудреца Перрона, который ходил не стороня с телеги. Ничего себе не выискивал никаких возможностей, но зато от представляющихся ему возможностей не уклонялся. У него была очень интересная судьба. И вот приблизительно такой же позиции придерживался один из русских епископов за границей, владыка Василий Радзянко, о котором... И вот замечательный эпизод из его жизни приводит в свои книги «Несвятые святые» нынешний митрополит Тихон Шевкунов. «Раз за разом я видел», пишет тогда отец Тихон, как владыка Василий с какой-то особой готовностью и предвкушением открытия чего-то очень важного для него, в буквальном смысле отдает себя в послушание каждому, кто обращается к нему. И вот такое отношение епископа Василия к жизни приводило к удивительным совпадениям. Как-то летом, рассказывает в своей книге «Отец Тихон» тогда, епископ Василий оказался в Москве. К нему подошел высокого роста какой-то священник и пригласил его послужить на приходе. Владыка по своему верности своему правилу нет чего не отказываться и ничего не искать от себя лично, никаких возможностей. Немедленно согласился, выяснилось, что нужно было ехать очень далеко, причем менять транспорт несколько раз. И вот, оказавшись уже где-то в глухой совершенно местности, на машине, трясясь по разбитым дорогам, они увидели аварию. Мотоцикл залетел под грузовик. Мотоцикл с коляской. И вот один пассажир погиб, а водитель, сын погибшего пассажира, просто стоял и плакал. Владыка Василий Родзянко вышел из машины, подошел к этому молодому человеку и сказал, я священник, если отец ваш был верующим, я могу прочитать молитву, сделать сейчас что-то для него, что могу, как священник. Молодой человек отвечал, да-да, да, мой отец был верующий. Он, правда, в храм не ходил, все храмы в нашем селе и в округе закрыли, но он был верующим. У него даже был духовник. И тогда Владыка Василий осторожно поинтересовался, а как такое может быть, как так получилось, что храмов нет, а духовник у него был. Юноша рассказал, он говорит, мой отец слушал передачи по голосу Америки, и там был какой-то епископ Василий, который довольно интересно рассказывал о Христе. И вот, хотя мой отец никогда его не видел в глаза, вот этого епископа Василия, но он именно его считал своим духовным отцом. И как пишет отец Тихон уже в своей книге. Странная встреча, правда? Какова вероятность, где-то случайно, поехав на службу в какой-то отдаленный храм, попасть на место аварии, как раз где ты и был более всего нужен. Владыка Василий заплакал и опустился на колени перед своим умершим духовным чадом. И вот такого рода события, ну, во-первых, я не знаю, что еще может сильнее укрепить в вере человека, сомневающегося, как вот такие совпадения. Дело в том, что есть, как мы знаем, несколько доказательств бытия Божия, и одно из них называется телеологическое, телос по-гречески цель. То есть мы видим некоторую целесообразность не только в мире и в устройстве мира и человека, но мы видим удивительную целесообразность в судьбе отдельных людей. Вот такую же, как пример которой приводит в своей книге Тихон Шевкунов. Некоторая целесообразность, упорядоченность. Ну, грубо говоря, если я иду по лесу и вижу стену перед собой, выбеленную стену какой-нибудь военной части, на которой нацарапана фраза из Достоевского «Красота спасет мир». Я не видел, конечно же, кто оставил эту надпись. И, строго говоря, я должен предположить еще одну возможность, что это просто вот ветки во время урагана падали и случайно, соприкасаясь с стеной, растрапали ее таким образом. Но вот именно целесообразность, определенный порядок этих царапин на стене мешает мне всерьез рассматривать эту версию случайного ее зарождения во время бури и падающих веток, царапающих стен. Вот также и удивительные совпадения и какая-то вот осмысленность, порождающая целые эпизоды, законченные эпизоды, драматургически законченные эпизоды жизни и укрепляет во мне веру. И не только во мне, но, скажем так, и в людях, которые являются свидетелями этому. Но не может это быть простым совпадением. Или, как шутят у нас в Академии, такие удивительные совпадения, как описанные в книге отца Тихона, могут быть совпадениями только первые сто раз в жизни. А потом все-таки уже начинаешь задумываться, совпадение это или не просто совпадение. Вот это и есть промысел Божий, так сказать. Вот это и есть тот результат, когда правильная позиция человека по отношению к миру. Ну, не знаю, начало которой, может быть, в литературе положил перрон, мой упомянутый. Ни от чего не отказывайся. На дело не напрашивайся, и от дела не отказывайся. Та же самая формула есть у Льва Толстого в «Войне и мире», когда тетушка предлагает Николаю Ростову, заводит с ним вопрос, разговор о женитьбе. Время-то уже настало, Николя, ты уже взрослый, ты уже офицер, ты уже на войне побывал. Он отвечает ей так. Я, Матон, как и положено офицеру, на дело не напрашиваюсь, но от дела не отказываюсь. Вот она, эта формула. Та же самая формула, которую мы находим в жизнеописании и в учении скептиков, то есть перрон. Мы не знаем границ добра и зла. Поэтому я ни к чему не стремлюсь, не упускаю зато ни одной возможности сделать что-то хорошее. Вот, кстати, к вопросу о благотворительности. Сколько из нас, начиная духовную жизнь в социальном ее измерении, пытаются облагодетельствовать всех нищих в округе, раздавая им последние рубашки, снимая с себя все по слову Христа? Казалось бы, опять по слову Христа, но буквальное здесь толкование его слов приводит к другому результату. Мы же с вами уже в одной из наших передач говорили о том, что нельзя сделать чистое, беспримесное добро. Непременно даже выручая человека в критической ситуации, давая ему какую-то сумму, вы спасаете его из критической ситуации, но этим же жестом одновременно развращаете. В следующий раз он уже будет считать, что вы обязаны о нем позаботиться, и второй, третий, десятый раз, если позаботились несколько раз. Уже возникает ощущение, что вы ему должником оказываетесь парадоксальным образом. Практика говорит о том, что так непременно происходит всякий раз. Аппетиты растут. У тех, кто был облагодетельствован однажды, возникает деформация некоторая, совесть. Как сделать так, чтобы добро твое осуществилось, получило прописку бытии, вошло в мир в качестве добра, а не обернулось медвежьей услугой? Как сделать так, чтобы милостыня сбылась и милосердие твое сбылось, а не обернулось медвежьей услугой? А тут может получиться так, что ты ходишь и думаешь, что ты уже святой, когда тебя все стонут вокруг, ты вокруг только всех развратил и поставил еще более худшее, еще более плохое положение своей милостыни. Вот поэтому перроны выводят отсюда, вот из этой проблемы, правила. Раз такая ситуация неопределенная, то не нужно искать точек приложения своей вои щедрости. Не нужно искать или тем более создавать ситуации, инсценировать ситуации, скажем так, в которых ты можешь сделать что-то хорошее. Не ищи своей воли. Смирись, не ищи своей воли. Не надо ничего придумывать, не надо бегать и искать, где бы я мог совершить добро. На дело не напрашивайся, как говорит офицер Николай Ростов. Но и от дела не отказывайся. Сосредоточь свое внимание на том, чтобы те окна возможностей сделать что-то хорошее, которые сами по себе вдруг без твоей воли, помимо твоей воли перед тобой открываются, чтобы их использовать с максимальной эффективностью, на все сто процентов. Вот когда окно открылось, тогда и лезь. А сам не делай себе никаких окон и не инсценируй каких-то ситуаций, в которых ты мог бы сделать что-то хорошее. Вот это очень важный момент. И вот владыка Василий Родзянко, для него это тоже было правилом. Правила Перона и Толстого из «Войны и мира». Его жизнь была не скучной, скажем так, как минимум не скучной. С ним постоянно происходили какие-то такие события, которые представляли из себя драматургически законченные эпизоды, наподобие того, который приводит с удивлением отец Тихон. И это, по сути, и награда. Помимо укрепления веры, обратная связь – это награда для верующего. И укрепление его веры. И радость верующего человека составляют такие события в жизни. Удивление и радость. Промысел Божий. Явная обратная связь. То, что вот интересно, Господь говорит, мы говорим с Богом, пытаемся говорить с Богом посредством молитв и богослужений. А он выбирает асимметричный канал связи в ответ. Почему? Как сказал верно совершенно доктор Хаус в знаменитом сериале, если вы говорите с Богом, вы верующий, если Бог говорит с вами, вы сумасшедший. Вот интересно, если задаться вопросом, а почему? Бог выбирает, человек говорит с Богом напрямую, словами, а Господь не отвечает ему симметрично. Ну, скажем так, как внутренний голос какой-то там, например, если прислушаться, может, можно его начать различать, или в громе молнии и так далее. Почему он так не говорит с человеком? Ну, здесь мы можем, конечно, только предполагать, мне самым интересным, заслуживающим внимания, кажется предположение, что Господь не отвечает человеку симметрично, напрямую, вот так, как мы хотели бы, может быть, да? Без всяких сомнений. Именно потому, что это незащищенные каналы связи. Чудеса могут творить и бесы. Голоса внутри меня – это точно опасный и открытый, совершенно незащищенный канал связи, потому что голоса, извините меня, внушить мне какой-то голос, может там кто угодно, специализирующийся на этом демон. Вот. Или это может быть действительно результатом расстройства моей собственной психики, самовозгонки и так далее, и так далее. Если что-то сильно хотеть, медитировать на эту тему, можно услышать голоса. Но это не признак. Скорее всего, через эти каналы связи будут вещать вражьи и голоса. Поэтому и в церкви, в аскетической практике постулируется недоверие всем этим знаком, приметам, голосам и так далее. Не потому, что они ничего не значат, а просто потому, что это открытый эфир, открытый канал связи, который легко перехватывается врагом рода человеческого. И человек делается фанатиком, начинает исполнять волю дьявола, думая при этом, что Бог руководит им, направляет его ноги и управляет его руками. Считает себя действительно орудием руки Божьей. Хотя на самом деле все совершенно обратно. А вот над судьбой, над судьбами мира никто не властен, кроме Творца этого мира и Творца человека. И поэтому вот действительно вот этот канал связи через совпадение, через драматургически завершенные эпизоды, когда ты видишь странное, что неспроста ты оказался в это время в этом месте. Господь привел, как мы иногда говорим. Господь меня привел, а тебя ко мне Господь послал. Но если мы это говорим всерьез, а не в присказку, то вот ситуации, которые мы описываем подобными оборотами, они представляют собой обратную связь Бога с нами. Мы говорим с Богом словами, Он говорит с нами событиями нашей собственной жизни. Потому что только Он может распоряжаться этим каналом и по этому каналу что-то нам передавать и доносить. Все остальные открыты. Поэтому промысел Божий я бы обозначил вот с помощью таких, наверное, примеров и рассуждений. Но все равно, Дед Семенович, легко впасть в понимание того, что промысел Божий будет некое все равно предопределение, что Господь делает так, как необходимо для моего спасения. А где тогда свободная воля человека в данной ситуации? Ну мы же видим, что Господь открывает эти окна возможностей, но вовсе не обязывает в них их использовать. Вот почему мы говорим о синергии, то есть сотрудничестве, союзности двух воль человеческой и божественной. Потому что одной из них для резонанса оказывается недостаточно. Вот недавно мы праздновали Вознесение, я перечитывал в сети какие разные проповеди на эту тему, и мне понравилась мысль о том, что Вознесение знаменует окончание дела человеческого спасения, но только с одной стороны. Господь, возносясь на небо, как бы говорит нам, я со своей стороны, все свои обязательства по нашему договору, то есть завету выполнил. Я сделал все для того, чтобы жил ты и душа твоя. Теперь дело за тобой. Завет — это же договор. Есть обе стороны. И поэтому Господь исполняет свою часть договора и ни в коем случае не вмешивается в исполнении человека своей. Он предлагает, открывает окна возможностей, но вовсе не обязывает двигаться в этом направлении человека, поэтому никакого предопределения, конечно, быть не может. Отец Семенов, в исполнении заповедей, законов, что человеку важно, в первую очередь, понимать, на что обращать внимание в духовной жизни? Ну, есть такой концепт, как последнее наказание. То есть обычно человек, намеренно или сознательно совершая грех, всерьез надеется избежать наказания. Ну, например, можно построить, спланировать, осуществить идеальное преступление. Можно умело спрятать концы в воду. Но при этом он зачастую упускает из виду третье последствие греха, ожидает последствий в виде юридических, совершил преступление, в тюрьму посадят, или оштрафуют, если правила нарушат. Но здесь этих последствий можно при известной ловкости избежать. Либо он ожидает последствий каких-то моральных, духовных последствий в виде осуждения людей, в виде гнева Божия и так далее. Ну, в принципе, тут тоже это не проблема, потому что в Бога можно вообще не верить, или наоборот верить в Него, слишком много на Него возлагая. То есть считать, что Он все простит, Он же добрый. И вот, как правило, человек оказывается не в состоянии просчитать третье или последнее наказание, которое всегда неотвратимо. Он не включает в расчет реакцию собственной души на те действия, которые он собрался предпринять. Ну, вот классический пример, мне кажется, мы его уже разбирали, но если не помним, то не лишним будет повторить. Одно время в России был очень популярным мюзикл «Нотр-дам-де-Пари» «Собор Парижской Богоматери». И вот самая знаменитая и популярная часть это ария Квазимодо, Фролло, там и тот третий, будущий один. Помните, да, как в русском переводе звучат эти строчки? Каждый из трех претендентов, воздыхателей, желает Эсмеральду и в своей арии повторяет слова. Рефреном каждой строки. «И после смерти мне не обрести покой, я душу дьяволу готов продам за ночь с тобой». Что-то такое вроде. Вот безумие влюбленного в этой строфе, очевидно, в этой строчке. Ведь душа, это что такое? То, с чем так легко готов расстаться человек. Вот он, смотрите, антропологический просчет, как, ну не знаю, ситуация, как в детском саду, когда воспитательница там Ванечке поручила пересчитать детей в песочнице, в его группе. И потом, когда он пришел с результатом, она за сердце схватилась, одного не хватает, один куда-то потерялся. А потом выясняет, что Ванечка просто само себя забыл посчитать. И вот взрослый человек, способный просчитать все последствия своих поступков, как правило, совершает ту же ошибку. Реакцию собственной души не смог просчитать. Смотрите, как легко человек готов продать душу дьяволу в этом художественном произведении за Эсмеральду. Ведь это совершенно невыгодный обмен. Более того, он обессмысливает саму сделку, даже если бы она была заключена. Ведь что такое душа? Ну, помимо всего прочего, душа – это тот орган, который порождает все человеческие желания, хорошие и плохие, включая желание обладать Эсмеральдой, включая влюбленность или вожделение к ней. Соответственно, представим себе, что произойдет, если дьявол заключил бы эту сделку. Горбун теряет душу, то есть становится равнодушным ко всему окружающему. В нем нет никаких желаний, в нем больше нет. Вместе с душой он лишается и любви, и вожделения к цыганке, к Эсмеральде. И взамен получает, что? Человека. Но зачем ему этот человек, если его нечем любить? Взамен он получает рядом с собой человека, до которого ему больше нет никакого дела. Ну, разве вот такая, такие условия не обессмыслимуют саму сделку? Ты вообще на что рассчитывал, приятель? Предлагая дьяволу такую сделку. Вот он, классический такой, даже анекдотический, пусть детский пример антропологического просчета. Себя не посчитал, реакцию собственной души не просчитал на свой замысел. И поэтому вот об этом нужно помнить, отвечая на ваш вопрос о том, что нужно человеку, в первую очередь, помнить человеку, который приступает к духовной жизни. Реакцию собственной души нужно чаще вспоминать. А как я, совершив убийство, дальше жить-то буду? Вспомним классическое произведение «Преступление и наказание» Раскольникова. Ради чего он убивает старушку? Вопрос на засыпку. Из-за грабежа. Вот если юридически разобрать его действия, мотив однозначно грабеж. Накануне он получает письмо от своей матери, которая сообщает о том, что его любимая сестра и единственная выходит замуж за господина по фамилии Лужин, которого Радион Раскольников прекрасно знает. Раскольников почему-то кричит «Нет, пока я жив, не бывать этому браку». Почему он так говорит? Дело в том, что вот это он прекрасно считывает ситуацию. Этот брак из серии тех, о которых Андре Моруа говорил «Узаконенная проституция». Он прекрасно знает господина Лужина, старого развратника, богатого. Он прекрасно знает свою сестру. Он знает, что между ними любви нет и быть не может. И его сестра делает дурацкий жест милосердия. Она выходит замуж по расчету за богатого господина в надежде, что у нее будут деньги, которые она сможет посылать своему брату, нищенствующему в столице и не могущему закончить курс обучения. Это тоже проявление милосердия, но дурацкое. У Достоевского это несколько раз повторяется в разных романах. Странное такое, болезненное милосердие, когда девушка идет торговать собой на панель. И у Достоевского трудно сказать. Вроде как представляется это высшей формой жертвы, что ли? Ведь она не для себя это делает, не для того, чтобы туфли на каблучках купить, а ради умирающего отца, матери, брата и так далее. Так вот, Раскольников, естественно, не может смириться с этой ситуацией, а как ее предотвратить? Как предотвратить свадьбу? Ну, видимо, нужно устранить бедность как основную причину мезальянса. Нужны ему, проще говоря, деньги, и быстро. Где их взять? Один способ убийства. Он убивает старушку из-за грабежа. А дальше самое интересное. Он получает куш, но в конце уже романа выясняется, что он им так и не воспользовался. Он показывает, потом объясняя Порфирию Петровичу следующую, где спрятал он награбленное, выясняется, что он им не воспользовался. Убийство оказалось зря, потому что вдруг он обнаружил странную болезнь в себе. что душа его дала непредсказуемую реакцию на это преступление. Те, кого он любил, мать и сестра, те, ради кого он пошел на убийство, вдруг стали ему ненужны, ненавистны. Их присутствие стало казаться лишним ему, тягостным, чьи они меня никак в покое не оставят. Представьте себе, как родственники по отношению друг к другу себя ведут. Это отношение может выдержать только человек, который сам их любит. А если любовь вдруг исчезает, то эти люди вдруг начинают казаться самыми навязчивыми на свете. То, что, естественно, в логике любви родственной, то совершенно непонятно и тягостно вне этой логики. И вот буквально на второй день или на третий после убийства приезжают к нему горячо любимая сестра и мать, обнимают его, и Достоевский с безжалостной ясностью показывает этого Раскольникова. Он стоял между ними как мертвый. И он постоянно говорит, уйдите, оставьте, не мучьте меня, чего вы ко мне привязались, ну-ка даже вы от меня отстанете. Он их давно не видел, но при этом все, он их выгоняет постоянно. Он в конце концов идет сдаваться, понимая, что нет, прогнать родственников и от них деться никуда не получится, думает, решает, поеду-ка я лучше в Сибирь на каторгу, чтобы, по крайней мере, там меня в покое оставили. Вот он, тот же самый антропологический просчет, вот оно, последнее наказание и ошибка человека, о которой хорошо бы знать и почаще вспоминать. О Раскольнике в этом же самом, о вот этом вот Квазимода несчастном который, будучи заключенной, обессмыслило бы вообще все его начинания. Получаем что-то ценой нарушения заповедей и теряем то, ради чего мы это хотели получить. Теряем тех, для кого мы все эти преступления совершили. Это в случае самых благородных мотивов, но и в эгоистичном плане тоже. Как говорит Господь через евангелист, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И какой выкуп даст он за душу свою? Вот об этом, отвечая на ваш вопрос, я вот это именно воспоминание считаю основным балластом, который позволяет, так сказать, кораблю духовной жизни христианина идти четким курсом по бушующим волнам. Как-то так. Спасибо, отец Симеон. А все вам, дорогие телезрители, желаю беречь себя и заботиться о своей душе. Да хранит вас Господь! Тридцать, отец Симеон. Субтитры создавал DimaTorzok